здравствуйте друзья добрый вечер я сегодня поговорю на тему которая как-то так удивительно совпало с тем что сегодня там президентский день в соединенных штатах и вопрос так звучит что вот вы все время отвечаете на вопросы связанные там с обустройством с визами там я не знаю заработками с профессиями а вот что же вы о свободе ничего такого не говорите вот когда смотришь там фильмы американские вот видно что как бы вопросы свободы играют какое-то фундаментальное такое значение для америки вот почему о свободе не поговорить ну давайте о свободе что же я как бы очень субъективно высказываюсь да то есть на эту тему столько написано и столько говорина если мы говорим аудиторию русскоязычную то мы могли бы но не пойдем в эту сторону мы могли бы поговорить о разнице между волей и свободой вот в чем значит разница там и так далее вот мы поговорим о свободе вот в американском смысле это уходит корнями скажем так на пару с лишним и больше столетий назад когда как сторона формировалась и предшествующий период времени и мы понимаем что у этого всего есть как бы такой европейский background да то есть значительной степени английский немецкий вот на фоне этого всего сформировалась понятие свобода вот так как свобода понимается в соединенных штатах и я постараюсь объяснить как как я вот это воспринимаю значит смотрите что получается 200 лет назад 250 лет назад если мы посмотрим на страну в которой нет рабов или они где-то есть но где-то они отдельные тут есть свободные люди которые не рабы а те чем они занимаются в основном они занимаются сельскохозяйственным производством немножко ремеслами меньше людей занимаются ремеслами чем сельскохозяйственным производством еще меньше людей занимаются торговлей вот собственно общество нет ну понятно что есть как бы вы там правящий класс какой-то управляющий там в зависимости от системы это могут быть там избранные люди это может быть какая-то родовая аристократия вот срез общества это общество в целом самодостаточных людей понимаете вот если их не трогать оставить их самих по себе выскать ребята живите как хотите эти люди могут вполне жить сами по себе они могут производить сельхоз продукцию они могут производить товары ремесленники они могут торговлю какую-то осуществлять с помощью купцов вот работников торговли ну и конечно поскольку есть государство то государство берет на себя функции защиты там соответственно это вооруженные силы там наведение такого порядка там полиция там и тогда границы таможни в то время скажем вэлфер то есть социальные эти программы они в основном держались на благотворительности церковь вот такого плана это не было государственной функции и вот живут люди самостоятельные самодостаточные производитель и в некоторый относительно небольшой степени их конечно поджимает государство но с другой стороны мы понимаем что без государства тоже как бы нельзя да то есть иначе придут кто-то тебя завоюет просто потому что вот твою свободу твою способность быть самодостаточным и чтобы тебя никто не трогал кто-то должен охранять вот так получается дальше государство мы знаем как бы из истории государство периодически начинает борзеть в силу того что либо это какая-то коррумпированная верхушка она может быть опять аристократической она может быть даже избранный демократическим путем но тем не менее вот начинается какое-то борзение начинаются злоупотребление начинаются какие-то налоги и снова налоги и опять налоги и им как-то нравится придумывать налоги они изощряются как я уже не знаю там что своими налогами и в какой-то момент ну чаш переполнена и начинаются какие-то преобразования в обществе то есть общество взрывается меняется система тогда значит в чем смысл вот как бы американская свободно вот приехали люди так они приехали на землю которая ну можно сказать ничья конечно там живут индейцы и у них приобретается земля там где-то может быть за небольшие деньги где-то в какой-то момент их может быть даже сгоняют с каких-то земель когда уже так страна более-менее окрепшие поначалу покупалось все это приобреталось вот то есть относительно легитимно все происходило и вот они земля есть вода в речке течет вот солнышко светит значит а вот руки рабочие там винчестер за спиной и вперед вот значит живем это довольно редкая форма свободного общества на самом деле понимаете потому что в основном то людям жить спокойно не дают вот скажем в европе родовая аристократия бюрократия не дает людям вот так спокойно жить она все время лезет в их дела она тут обирает нам выбирают где сегодня в европе есть свободный производитель до его нет давно приходит государство и это государство вот такое социалистическое как сейчас социальное можно так сказать это государство говорит мы на себя берем велфер медицинское обслуживание населения образование в школу туда-сюда а вы за это будете вот тут там и вот вот там мы вашу функцию забираем свободных людей и они как бы по-своему свободны да то есть не сказать что у них там что-то фундаментально отняли вот скажем их лишили возможности заниматься бизнесом нет но их обложили такими налогами что как бы можно даже не знаешь заниматься или не заниматься уже проще не заниматься по-разному да это происходит но вот общество сверху и как-то так ограничено в этом фундаментальное различие между вот скажем там демократами и республиканцами и республиканцы говорят меньше правительства меньше государства меньше вот этого всего мы общество самодостаточных свободных людей которые сами в состоянии решать все свои вопросы поэтому фундаментально то что люди имеют право на ношение оружия это свободные самодостаточные люди это не бандиты это не преступники это люди которые являются основой общества они и есть страна они и есть правительство вот есть другая точка зрения отобрать отобрать оружие отобрать самостоятельность отобрать возможность принять решение какое-то и так далее контролировать в обмен на это ты должен как бы обеспечивать значит проходит какое-то время и создаются ну создается общество другое в котором люди перестали быть независимыми производителями ответственными за свою жизнь за жизнь людей вокруг них за жизнь вот этой комьюнити в которой они живут и так далее нет больше комьюнити нет больше самостоятельности нет больше ничего а есть только дай вот значит теперь а поскольку мы смотрим на вот эту свободу как бы с российской стороны да то есть вот оттуда вопросы значит что произошло если мы посмотрим на общество допустим дореволюционное предреволюционное то это в основном было общество тоже в общем-то свободных производителей то есть страна преимущественно крестьянская конечно она страдает от того что земля крестьянам не принадлежит поэтому они должны как бы вот за эту землю отрабатывать на тех кому она принадлежит они не могут получить достаточно продукта как бы прибыли и так далее но все-таки это люди достаточно самостоятельные в какой-то момент вот там допустим за 10 лет до революции столыпинская реформа значит пожалуйста можно поехать в сибирь там полно ничейных земель осваиваемся там субсидии государства от поехали там туда-сюда то есть в общем-то концепция концепция общества свободных производителей никто не пытается их на велфер посадить или загнать на какую-то фабрику на земле или там в колхоз какой-то организовать и так далее нет в предреволюционном обществе уже мы видим что прошло вот это вот жуткое время когда после освобождения крестьян когда разорялись крестьяне когда они шли толпами в город когда дети семьи восьмилетние работали там по 12 по 14 часов в день там на каких-то мануфактурах и так далее это уже позади вот это дикая эта полоса отошла и вот и даже рабочий который на заботе работает он может перейти на другой завод он может уехать в другой город он достаточно свободный в этом во всем хотя конечно он зависимый в отличие от крестьянина он гораздо больше зависит от того есть работа нет работы и тогда то есть он не владеет средствами производства никакими если у крестьянина есть там но он хотя может арендовать землю или там плуг или там я не знаю барану там лошадь и так далее то рабочий то он что его так вот наняли не наняли но дальше что происходит происходит революция и в этой революции партия большевиков значит возвращает страну обратно в крепостное право крестьянина закрепляют на земле вместо помещика у которого было много крестьян значит есть колхоз крестьянин является рабом этого колхоза он у него нет юрьево дня там для перехода туда или сюда вот он он привязан к этой земле рабочие возвращаются в крепостное право за опоздание тюрьма ты не можешь переходить с предприятия на предприятие там и пошло и поехал и вот да почему это происходит потому что труд как бы лишён соответственно с принципами коммунизма труд решен материальной стимулирующей составляющей то есть ты должен работать почти вели на потому что у тебя есть стимул какой-то стимул уничтожен и дальше вот этих людей которых нет стимула заставить поэтому страна превращается в такой лагерь но что еще происходит происходит страшная селекция человеческая вот такой геноцид уничтожается ну сколько там я даже не знаю там ну треть до уничтожается треть населения какого населения вот того самого которое мешает самодостаточное способное к самостоятельному производству который не нуждается в комиссарах колхозах в указаниях как жить там и так далее уничтожается в эмиграции уезжает там еще что-то треть а тут еще великое отечественное да вот со всеми этими делами и то опять убыль населения и вот в итоге мы получаем вот некоторую такую селекцию человеческую в результате которой нету больше свободного производителя его нет больше свободного независимого самодостаточное а есть только люди которые дай и есть власть которая в основе своей криминальная вот как в семнадцатом году убийцы и палачи захватили эту власть чтобы убивать и уничтожать вот так они в принципе никогда ее никому не отдавали внутри внутри группы власть переходит от одного к другому но из одной группы в другую группу или к народу или там свободные какие-нибудь выборы там и так далее этого никогда не произошло конечно они сегодня более цивилизованные чем вот те например были но никто не спорит но во всяком случае что я хочу сказать что вот та свобода о которой говорят в америке это свобода уже и в америке не является уже вот такой знаете что она на каждом углу и все ее одинаково понимают нет но в общем и в целом здесь у людей даже по сравнению со странами европейскими которые не имеют тоталитарных режимов где партии существует только фикции там все должности назначаются нет такого выборы фальсифицируется в европе такого нет но но там тоже нет такой свободы человека от государства как например есть соединенных штатов соединенных штатов за это критикуют а где всеобщее там бесплатное медицинское обслуживание а где там еще что-нибудь нету вот вот нету а почему оружие вот так пошел купил оружие потому что другая система другой мир это они сейчас пытаются это отнять они пытаются вот обама кир они пытаются грохнуть систему здравоохранения которая была кстати не такая уже плохая чтобы ее грохнуть и и не заменили ничем вот обама кир это не не тянет на европейское здравоохранение но никак вообще-то даже близко не то вот поэтому заменили относительно работавшую систему на вообще черт знает что значит отнять оружие у людей все это понятно вот привести свободу который исторически является специфически американской свободы привести ее вот может быть какому-то европейскому социал демократическому варианту вот куда-то вот туда и в основе этого будут стоять идеологами профессора университетские либералы такие зажиточные вот а дальше ура будут кричать профсоюзы бедные кто на в элфере пенсионеры люди которые понимают только то что им должны дать поэтому значит америка до сих пор еще является великой страной потому что здесь вот есть та свобода значительной степени есть которая есть у свободного производителя вот здесь человек свободен производить он свободен быть самодостаточным не до такой степени как они там в оригоне там захватили там с оружием какую-то там федеральную собственности требовали там чего-то это уже возврат куда-то туда я уже не знаю куда на 200 лет назад это я думаю что федеральную собственность вряд ли бы им позволили вот так захватывать то есть я я уверен что нет но человек которого не ограничивают в его производственной деятельности при том что он значит соответственно он выполняет свои гражданские там обязанности он платит налоги там здесь налоги налогов же долго не было господи налоги ввели вот в связи с первой мировой войной сто лет назад ввели налоги да это уже и налогов ты не был вот так вели там налог ты был там не не помню полтора процента вот просто свинились с введением войны а дальше вот вот это вот начинается вот это уход вот то что происходит сейчас налогами по сравнению с тем как это было сто лет назад это как раз вот уход от той системы от той свободы поэтому то что мы сегодня имеем свободу это некоторые некоторые сухой остаток от той свободы которая была но если мы сравниваем с тем что есть сегодня в мире то получается что нигде вот такой свободы как тут нету и и и просто еще нету или уже нету и данная на них не знаю как как правильнее сказать но вот вывод в этом свобода и идет сейчас идет битва на глазах у нас идет битва за сохранение вот этой свободы свободы свободного производителя не иметь дело с государством не иметь дело с чиновниками не то чтобы в принципе не иметь это не анархизм понимаете они здесь нет анархизма но иметь в минимальной степени и отцы основатели вообще считали их концепция была что государство должно заниматься только теми делами которые общество не может взять на себя например вот каждый человек имеет право отправлять и получать письма хорошо значит мы заводим федеральную почтовую систему потому что общество частно частное в то время не могли этого взять на себя сегодня могут сегодня вполне можно было бы то есть в соответствии с концепциями отцов основателей нужно было бы упразднить федеральную почтовую систему она конечно создает очень много рабочих мест она по-своему неплохо работает но по эффективности денежной финансовой она нам уступает кардинально тем частным которые сегодня есть когда-то сказали каждый ребенок который живет стране имеет право учиться в школе и поскольку общество не могло взять это на себя тогда значит возникли государственные школы эти паблик школы и и частные школы были всегда но были паблик потому что вот значит а как же сегодня частные школы более эффективны чем государстве но государство упорно сопротивляется в том чтобы не позволить людям ходить в более компетентную в более эффективную частную школу во время правления президента буша младшего была такая идея выдать ваучер и всем но вот сколько стоит там обучение ребенка в публичной школе ну допустим 10 тысяч год например дать чеку ваучер на 10 тысяч год чтобы он мог мог пойти на первую частную школу и там этот ваучер туда депозировать и может быть надо там 2000 доплатить так он доплатит 2000 если хочет и либералы встали на уши этого нельзя делать это развалит систему общественной школы а чё там разваливать чё хорошего-то в ней в ней хорошего только то что там работает чудовищное количество людей которые всегда будут голосовать за либералов за демократов за то чтобы было больше гавермента и меньше свободы людей в том что они делают вот вот собственно и все поэтому идет борьба между вот теми идеалами на которых общество строилось и теми идеалами на которых сегодня вот скажем преимущественно строится жизнь в Европе в развитых странах европейских вот она вот она вот так крутится безусловно идет сдвиг и он на глазах мы мы видим как сдвигается от системы вот традиционные в систему более такую социал-демократическую это это видно невооруженным глазом ну что тут сделаешь это как бы исторический ход развития вот значит как будет так будет но поскольку вопрос был вот расскажите о свободе сегодня в америке человек свободен как нигде больше в том смысле в каком гавермент не лезет в его дела они конечно вот многие говорят чтобы надо бы еще больше в этом свободы но это это следующий вопрос но вот то что сегодня в мире есть вот вот тут свободно я я не говорю там про криминальные или полукриминальные какие-то места где просто полный беспредел и делай что хочешь там хочешь убей кого хочешь там укради хочешь там я не знаю реки тиру и никто и ничего тебе за это не будет я я не об этом вовсе говорю я не об этой не о свободе преступления я говорю о свободе свободного производителя свободного производителя который ответственный который берет на себя ответственность который живет тем что он заработал они тем что ему кто-то дал и так далее так далее вот вот это та свобода в моем как бы переложение как бы для вот нашей аудитории в том смысле в каком я пытаюсь поставить себя на место вот наших зрителей которые вопрошают и это что свобода то что это как вот так вот наверное можно еще долго долго много часов и если бы я позвал 10 очень интересных собеседников мы бы получили 10 каких-то сильно отличных концепций на этот счет но вот моя такая раз вопрос мне был задан значит я туда приехал домой ребята и с вами прощаюсь а